Доброе утро! Смотрите, какая она красавица! Ой, да бросьте вы! Дорохова просто кукла! Вот наша Риточка намного лучше! Теперь ваша репутация снова чиста! Как вода в роднике! Моя репутация теперь зависит от желтой прессы? Я что-то не то сказала? Мало мне было! Рита, это всего лишь статья в журнале! Никому нельзя верить! Ничего и никогда у меня не изменится в жизни! Это неправильный настрой! Я повторюсь, это всего лишь статья в журнале! Вон писали, что у тебя сын от Полянского и что теперь? Я хочу больше никакого Полянского в своей жизни! Что? Да я сама не в курсе! Не знаю, только что открыла ссылку, фолловеры прислали! Да нет же! Он не делал мне предложение и вообще мы поругались с Антоном! Ну, написано, что ссылаются на Пашку, агента Антона! Ага! Может, он так решил извиниться передо мной и заодно сделать предложение? В его стиле, кстати! Привет! Привет! Антон! Поздравляю! Привет! Антон! Антон! Может, подойдешь? Ну, хватит! Ну, перестань притворяться! Я все знаю! В смысле? Ну... Я согласна! Я говорю тебе да! Прости, я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь! Антон! Переигрываешь! Перестань! Я говорю! Я все знаю! Оль! Что происходит? Ты мне можешь нормально сказать без этих загадок? Я действительно не понимаю, о чем ты говоришь! Ты же мне сам сказал, что собираешься жениться! Мне ж это не приснилось! У меня это отмечено! Все! Подожди! Господи, Паша! Да я сам с собой разговаривал! Это были мысли вслух! Это во-первых! Когда ты будешь в следующий раз мыслить вслух сам со мной, ты, пожалуйста! А во-вторых, я имел в виду не Ольгу! В смысле? А кого? Вообще-то, это не твое дело, но раз тебе уже так интересно, я говорил про Риту! Ты же пошутил сейчас, да? Ну, скажи, что ты пошутил, пожалуйста! Нет, я не шучу! То есть, ты бросаешь Ольгу Дорохову ради учительницы литературы? Я ничего не перепутал? Отлично! Ольга тебя разможет! Спасибо тебе за заботу, но я как-то сам разберусь со своей жизнью! Ну, это же не только твоя жизнь, это еще моя жизнь, которая летит под откос только потому, что ты решил бросить Дорохова ради бабы без роду племени! Слушайте, кем вы себя возомнили? Аристократами? Насколько я помню, твой папа вообще водитель троллейбуса! Это вы все без рода и без племени! Она между прочим из семьи ученых, отличая от тебя и некоторых! Это прекрасно, что она из семьи ученых, но она не поможет тебе сделать карьеру! Ольга поможет! И потом я совершенно не хотел обидеть Риту! Я уверен, что она прекрасный человек, в отличие от Ольги! В этом-то вся и проблема! Ты думаешь, она будет тихо сидеть и проливать слезы на кухне? Она сделает так, что это будет твоя первая и последняя работа в большом кино! Я это понимаю! И я это обдумываю! Но пойми, Рита это не какая-то там плаш или прихоть! Я ее люблю! Обдумывай, обдумывай! Хорошо, обдумывай! Я понимаю, ты сейчас увлечен этой учительницей, ну, с кем не бывает, но я уверен, что эта Рита для тебя что-то вроде экзотики! Ты сам скоро это поймешь! А если Рита не экзотика, а судьба, как говорится? Если судьба, как говорится, и настоящая любовь, она легко переживет твое отсутствие до даты окончания проекта! Я тебя очень прошу, до этого дня не рви отношений с Ольгой! Ира, я не собираюсь уклоняться! И опаздывать я тоже не собираюсь! А я буду вовремя! Кстати, у меня новый адвокат! Так что не думай, что я вот так вот просто сдамся! До встречи в суде! Марк! С кем ты там судишься? Я не послушал, просто ты так громко говорил! Что случилось? Это моя бывшая! Квартиру делю! Ага! Ну, все под контролем! Да! Забудь! Слушай, в любом случае, удачи! Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, а также руководствуясь статьями 193-198 ГПК, суд решил. Исковые требования Матвеевой Ирины Викторовны удовлетворить. Признать за Матвеевой Ириной Викторовной право собственности на квартиру, расположенную по адресу, улица Клиновая, 27. Ира, подожди! Я хочу тебя попросить, мне нужно время, чтобы найти новое жилье. Не знаю, зачем я вхожу в твое положение, но хорошо. Таки быть, живи там. Но учти квартиру, я выставляю на продажу. Как только появится покупатель, ты оттуда съедешь. Ты продаешь нашу квартиру? Зачем? Это моя квартира и не твое дело. Олечка, это целиком и полностью мой косяк. Я думал, у вас дело решенное. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Не злись на Антона. У него сейчас очень трудный период. Знаешь, как мне с ним тяжело? А может, у него баба появилась, а? Нет. Ну что ты, я бы знал. Ну просто засиделся парень на сериалах. Ну и как это у вас на актерском сленге? Зазернился. Вжился в образ отца, романтического героя. Это бывает и проходит. Да уж. Вжился. В идеале было бы хорошо его, знаешь что? Огородить от этого Егора, его мамы и этой бабки. А то они спели слишком хорошо. Послушай, а что если, ну, у вас, у женщин есть масса инструментов? Я думаю, тебе не составит труда вернуть ему мозги на место. Антон улетает в Италию на съемке. По его возвращению сразу перей его в обороты. Ну, а зачем тогда ждать? Когда улетает? Ну, не сейчас. У него позже самолет. Привет. Привет. Я вещи собираю. Я сегодня... Я знаю, ты сегодня летаешь. Ты решил взять с собой книгу? Думаешь, будет время почитать? Слушай, это же маска, которую нам с тобой подарили, да? У меня такая же. Ну да. А у нас с тобой на этом кинофестивале все. Началось, да? Мы сбежали с кинопоказа. На пирс. Да, фильм был отвратительный. Да, но мы с тобой время не теряли. Да, твоя шляпка улетела в море, я за ней поплыл. Улетела. А ты, папа. Ты чего, Антон? Правда, объясни, ну что между нами происходит? Ты обижаешься, что ли? За той ссорой, когда я тебе угрожала. Ну, я же просто с горяча сказала непонятно что. Но ты первый начал. Нет. Просто это... Как бы тебе объяснить? Люди, у которых разные цели в жизни, но они, как правило, идут в разные стороны. И наши с тобой ссоры, это есть следствие того, что у нас с тобой разные цели. Интересно. Продолжай. Ты у нас child free, не так ли? А я не представляю семье без детей. Антон, ну перестань. Ну, ты просто слишком сильно вжился в роль. Ты привык, что у тебя есть сын, ты папа, у вас все хорошо, вы дружите. Но ты же был раньше нормальным человеком, а сейчас просто ненавижу какой-то бред. Это не бред. Пойми, что твои слова – это верхушка айсберга. А главное – не это. А что? Главное – то, что между нами нет любви. А может, и не было никогда. Поэтому нам нет смысла выяснять цели друг друга. В наших отношениях нет будущего. Главное – то есть ты хочешь сказать, что нам… Да. Я хочу сказать, что нам лучше расстаться. Это мое решение. Ты понимаешь, что ты бросаешь Ольгу Дорохову? Поверь, Антон. Ты очень сильно пожалеешь. Да, Паш. Привет. Ну, что там у тебя? Как дела? Собрался? Да хреново дела. Я с Ольгой расстался. Как? Так получилось. Ну, поздравляю, идиот. Готовься. Ольга. Оля. Оля, что случилось? Папа, я тебя прошу, пожалуйста, я умоляю, вышвырни этого Егора со всей его семейкой с нашего проекта. Успокойся, а что случилось? Они очень плохо влияют на Антона, и у нас к ним испортились отношения из-за них. Послушай, это несерьезно. Мы сняли с этим мальчиком половину материала. Ну, тогда не знаю. Тогда возьми и вышвырни Антона. Возьми на его роль другого актера. Ну, ты думаешь, а как я это объясню? Как ты объясню своим партнерам? Тебе не надо ничего объяснять, папочка. Ну, ты же, ты же самый главный. Ты все можешь. Послушай, я никого вышвыривать не буду. А ты сейчас успокоишься и все мне объясни. Оля. Хорошо, Ольга, вы поссорились? Расстались? Да. Ну, очень хорошо. Потрясающе. Ты же знаешь, я не в восторге от того, что твой муж актер. Найдешь себе другого. Я не хочу другого, папа. Я хочу Антона. Ты не понимаешь, что ли? Он тебя обидел? Хуже. Он меня бросил, понимаешь? Меня. Не я его, а он меня. А если я его не верну, папа, я его уничтожу. Оля, нельзя бросаться такими словами даже в гневе. Максим Анатольевич. Максим Анатольевич. Я как раз зашел к вам узнать, как там мой Полянский, все ли хорошо, справляется ли. Может, есть какие-то замечания к нему? Нет, профессиональных претензий нет. Ага. Извини, мне надо повстречу. Да? А я бы перенес. Привет. Привет. Здравствуйте. Как твой Полянский, справляется? Мне все очень нравится. И в целом все зажгут. Ну, а вот сейчас сцену собираем, где он с Егором. Егор молодец. А что это фотография? А это фотография мамы Егора, мы ее поставили, чтобы ему было проще играть. Потом на крупных будет Ольга. Ну, ага. Ну, ага. 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 Ага, что он вернется? Без него так скучно. А еще он мне покажет новые фокусы для школьного концерта. Егор. Кино скоро закончится. Антон будет жить своей прежней жизнью, а мы своей. Ты должен это понимать. Я понимаю. Ит, я хочу извиниться за ту сцену. Ты меня тоже пойми, мне не каждый день сообщают, что, оказывается, у меня есть одиннадцатилетний сыпь. Естественно, нужно мало времени, чтобы все это осмыслить и осознать. И за сцену ревности тоже прости. У меня нет никаких прав устраивать подобные сцены из-за каких-то фотографий. Действительно, смешно предположить, что у тебя может что-то общее с каким-то актером. Вот. Я хочу тебя пригласить сегодня в 19.00, и я буду тебя ждать по этому адресу. Это очень важно для меня. Ну и куда он тебя пригласил? Планетарий. Пойдешь? Пойду. А что ты там будешь делать? Буду смотреть на звездное небо с отцом своего сына. А потом? Суп с котом. Не вздумай. Чисто вечернее небо, яркие далекие звезды. Вот для чего мне нельзя и подумать, звезды вы ясны, как счастье мое. Чем ты несчастлив? Чем я несчастлив? Чем я несчастлив? Что звезды и небо. Что звезды и небо, а я человек. Угу. Помнишь, как я впервые признался тебе в любви под звездным небом? Почему ты мне все время напоминаешь о прошлом? Я думал, для тебя это что-то значит. Да, значит. Потому что ты двенадцать лет назад бросил меня беременной. Рит, прости меня. Я действительно очень неправ перед тобой. Я хочу исправить эту ошибку. Я все эти годы любил тебя и… Ты опоздал на много лет, но все-таки тебе я рада. Ахматова. Угу. Ты выйдешь за меня? Мне нужно подумать. Хорошо, я буду ждать. Угу. 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 Ой, Риточка, а я и не слышала, как ты пришла. Ты голодная? Давай, может, я что-то приготовлю. Не надо, мам. Егор спрашивал вчера про своего отца, почему мы расстались. Не хватает ему папы. Антон на него так хорошо повлиял. Мама. Вот такого бы отца нашему, Игорь. Забудь о нем. Ну, а может, журналы врут. Мам, может, мне замуж выйти? За кого? Хочу, чтобы Егор был счастлив. Ну что, как прошло свидание? Марк сделал мне предложение. Серьезно? Да. Что ты ответила? Взяла время подумать. Рит, не принимай никаких решений, пока не вернется Антон. Вам нужно поговорить на чистоту. Может, вообще про Дорохова это все неправда про их свадьбу пишут. Ты же на своем примере знаешь, как журналюги врут. И без этой статьи. И так все понятно. О романе Ольге с Антоном знают вся площадка. А то, что было в театре, ты сама видела. Это все несерьезно. Понятно. И ты решила выбрать Синицу в руках, да? Я еще ничего не выбрала. Привет, Паш, я прилетел. Привет. Ну, что у нас плохого? Решаю наши с тобой общие дела, поэтому извини, уж не могу тебя встретить, замотался. Ты со своим недержанием задал мне тут работенки. Но, слава богу, с Дороховым пока все в порядке. Ольге пока не суюсь, так что пока не расслабляемся. Хорошо, я тебя понял. Давай, пока. Я думаю, что героиню погубила ее мечтательность и наивность. Она, как мне кажется, слишком доверчива. Ну, знаешь, а мне кажется, что девушкам не стоит доверять всяким Паратовым и Карантышевым. Кому же тогда доверять? Ну, судя по нашим соцсетям, то доверять нельзя вообще никому. Да. К сожалению, нашей героине с самого начала глупо было рассчитывать на любовь и брак с Паратовым. А когда она поняла, что мечта ее недостижима, ей стало все равно, за кого выходить. Хоть за Карантышеву. Хорошо, ребят, спасибо, вы молодцы. Продолжим уже на репетиции. До свидания. 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 Извините, мы могли бы по дороге возле какого-нибудь цветочного магазина остановиться? То без проблем. Спасибо. Да, Рита. Марк, нам нужно встретиться. Я приняла решение. Ты в школе? Я сейчас подъеду. Рита, ты готова? Пойдем пить чай. Прости, нет, Марк приехал. Я пойду. Не нужно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Рит, я невероятно счастлив, что ты ответила на мои чувства, что мы снова с тобой вместе. Ты помнишь это место на набережной? Мы здесь первый раз с тобой поцеловались. И именно здесь я хочу попросить... Марк, Марк, подожди, пожалуйста. Я прошу тебя, дай мне сказать. Я не хотела по телефону с тобой это обсуждать. Я не могу выйти за тебя замуж. Нельзя без любви, даже если у нас общий ребенок. Я не люблю тебя. Рита. 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 Рита! Рита! Быстро. Быстро? Быстро? Ну, я не нашел еще, куда переехать. Ну, это твои проблемы. Ира, послушай, ты не можешь вот так вот вышвырнуть меня из квартиры? Ну, сними пока любую другую квартиру, потом подыщешь снова. Мне не подходит любая квартира. Мне нужно перевозить туда мои вещи, книги, мебель. Да что ты меня грузишь своими проблемами? Послушай меня. Решай их сам. Я не должна... Послушай меня. Мы столько лет с тобой прожили в этой квартире. Мы были счастливы. Мы были с тобой родными людьми. Лучше бы ты об этом думал, когда изменял мне со своими студентками. У тебя есть две недели. Антон! Привет! Как там Италия? Зайди к Максиму Анатольевичу, он просил. Здравствуйте, Максим Анатольевич. Привет. Называли? Да. Называл. Что у вас с Ольгой? Максим Анатольевич. Мы расстались. Я так понял, что это не ссора, это расставание. Да. Меня подробности не интересуют, но я надеюсь, что до конца проекта ты будешь тактичен. Синий, дай бог, у Ольги произойдет нервный срыв, меняй на себя. Я понимаю, что она не подарок, но все-таки она моя дочь. Я все сказал. До свидания. Антон, ура! О, привет! Наконец-то! Привет! Я по тебе так скучал. Да, я тоже скучал. Смотри, что привез тебе. Ничего себе! Класс! Спасибо! Меня взяли в школьный концерт. Наверное, я буду в ней выступать. Как у вас тут дела? Что нового произошло, пока меня здесь не было? Пока тебя не было, было скучно. А мама? С ней все нормально. Слушай, а ты придешь на концерт? Я не думаю, что это хорошая идея. Вряд ли мама одобрит. Чего? Вся школа знает, что я снимаюсь в кино. Рита! Наконец-то! А что ты здесь делаешь? Держи, ты телефон забыла. Спасибо, я думала, мы у меня в сумке. Пойдем? Рит, скажи мне быстро, ты согласилась выйти замуж за Марка? Нет, давай зайдем. Как только ты уехала с Марком, тут же приехал Антон. Куда приехал? К тебе приехал. Ты могла хоть голову повернуть? Телефон в классе оставила. Рита! А зачем он приехал? Давай подумаем. Зачем мужчина приезжает к женщине с шикарным букетом цветов? Но, видя, что она уезжает с другим, выбрасывает его в урну. Я не настроена сейчас на дедукцию. Он скоро женится. И точка. Рита, все, что в той статье написано, это не правда. Подожди. Алло. Завтра смогу. Хорошо, спасибо. Кто звонил? С киностудии. Вот и хорошо. Вот поедешь завтра и узнаешь, зачем приезжал Антон. Здравствуй. Здравствуй. Поздравляю. Поздравляю. Ну и кто он? Отец Егора. Ну, вот так поворот. Приезжал вчера, зачем? Хотел сделать тебе предложение. Ну, судя по всему, опоздал. Лет так на двенадцать. Предложение мне. А Ольга? Я с ней расстался. Как? А в журнале? В журнале была утка. Зато тебя действительно можно поздравить. Я отказала ему. Сын! Сынок! Я тут! Давай! Давай-давай-давай-давай! Давай-давай-давай! Пошли! Там мама! Там мама! Все! Мама с нами! С нами! Стоп! Снято! Отличная работа, парни! Прям мурашки по коже. Если бы не знала, я решила, что отец... Сын настоящий. Скажи. Здравствуй. Зачем ты хотел встретиться? Я принял твой отказ. Но я хотел бы знать причину. Настоящую причину. мне нечего добавить. Правда? Марк, наша встреча... это просто завершение той данной истории. Все. Значит, Антон Полянский здесь ни при чем? Скажи мне, ты его любишь? Да, я люблю его. Но это не имеет никакого значения. Это имеет. Вот кого ты любишь. Вот кого ты любишь. Смотри. Антон Полянский относится к тебе, как к новой игрушке. Ты для него неизвестный механизм, который он изучит и выбросит сломанным на помойку. Неужели ты можешь ему доверять? А известно тебе, что он собирался жениться на Ольге Дороха. И вдруг ты... Хорошо, если ты не думаешь о себе, подумай о нашем сыне. Да, да, да. Пусть у меня не от прав командовать, но я прошу тебя, Рита. Подумай о нашем сыне. Потому что когда Антон Полянский наиграется с тобой и закрутит новый роман, ты это как-то переживешь. А что будет твориться с Егором? Об этом ты подумала? Все, хватит. Я благодарна тебе за заботу. А в 12 лет ты не давал мне советов по воспитанию сына. Давай мы сохраним эту традицию. Тебе долго еще? Немного. Рита, все хорошо? Все хорошо. Я же вижу. Марк приезжал. Наговорил кучу гадостей про Антона. Что сказал? Ничего нового. Тыкал мне под нос статьей про брак с Ольгой. Козлина. Рита, почему ты обращаешь на это внимание? Ты же знаешь, что все это чушь. Какое тебе дело до этого? Самое противное, что какая-то доля правды в этом есть. Во всем, что он говорил. Так что прекращай сомневаться. Поняла? Это сложно. Сама помнишь, как он уводил после спектакля эту девицу. Слушай. Здравствуйте. Я за тобой. Антон, если тебя увидят, мне конец. Да? Ну тогда побежали. Мужик? Давай сюда. Подожди. Подожди. Ну прости, что я опять наплевал на все условности на свете. Что? Ладно, спрашивай. Что? Ну, то, что тебя тревожит. Да, у меня есть несколько вопросов. Угу. Кто эта барышня, которая все время тебе названивает? И с кем ты после спектакля уехал? Когда? Несколько недель назад. Но с Катей были на спектакле. Ты была у меня на спектакле. Ну и как, понравилось? Да, мне понравилось. Ну, хорошо. Ну? И возле служебного входа мы видели, как ты с одной из поклонниц ушел. Да, я понял о ком ты. Поехали? Куда? Лучше один раз увидеть. Ольга, здравствуйте. Мне нужно буквально пять минут вашего времени. Здравствуйте. Вы кто? У меня к вам личный разговор. Понятно. Извините, у меня нет... Нет, нет, нет. Вы меня неправильно поняли, Оля. Что? Вам нужно селфи, автограф. Что вам нужно? Нет, мне приятно будет с вами сфотографироваться, но мне с вами нужно кое-что обсудить. И вам это надо не меньше, чем мне. Я представлюсь. Марк Евгеньевич Матвеев. Профессор университета. А что у меня общего может быть с профессором университета? Например, Антон Полянский. Его новая пассия. Что вы несете? Какая еще пассия? Я полагаю, вы с ней знакомы. Маргарита Курбатова. Это имя вам о чем-нибудь говорит? Допустим. Что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы помогли мне решить мою проблему, а я вашу. Я отец сына Ирины Егора. Если я правильно помню, у Егора нет отца. Вы просто не все знаете. Хорошо, садитесь в машину, поговорим. Привет, солнце мое. А ты в доме? Вот это сюрприз. Встречай гостей. Красотка моя. Ну, здравствуйте. Привет. Привет. Знакомьтесь. Это Тоня. Здравствуйте. Моя сестра. А это Рита. Та, о которой я тебе рассказывал. Рита. Мне очень приятно. Мне тоже. А что же мы все стоим? Давайте зайдем в дом. Да. Чего раньше не позвонил? Я бы приготовила чего-нибудь вкусненького. Пойдем. Вот и вся история. И мне нужна Рита. А пока она с Антоном, мои шансы на нуле. Ну, а вы, если я, конечно, у вас не ошибся, не из тех, кто позволяет увезти у себя жениха. Ну, и что вы предлагаете? Я так понимаю, у вас есть план, да? И без меня этот план неосуществим. Да, вы умная женщина. Слушайте, я в ваших комплиментах не нуждаюсь. Давайте рассказывать. Все, в общем-то, до банального просто. Но без вашей помощи, как вы верно заметили, мне будет справиться довольно проблематично. Словом, Рита должна узнать, что Антон ей изменил. И тогда мы их растворим. А здесь я еще совсем маленькая. Антош, это, кажется, мне 4 года исполнилось. Угу. Это на следующий день. Я тебя тогда еще на карусели павел. Да. О, а здесь Антон меня ведет в первый класс. Смотри, какой у меня бант. Без слез не взглянешь. Ну, извините. Ну, посмотри. Ну, потом же я научился. Ну, потом, да. Такие мне косы заплетал. У него талант. Ну, в этом я не сомневаюсь. Так, а вот, смотри. Это мы на съемочной площадке. Меня тогда Антон позвал с собой в массовку сниматься. Ну, я в тот день получила свою первую зарплату. Я пойду принесу вам пледы, а то вечером сидеть холодно. Давай. Слушай, я так рада, что он бросил эту стерву. Я ее терпеть не могу. А знаешь, какой Антошка хороший? У нас отцы разные. Хотя он меня заменил и отца, и мать. Лучшего брата мне не найти. Так. Спасибо. Держи. Может, уже посуду поубирать? А-а-а... Вот давайте я помою. Нет, нет-нет-нет. В этом доме гости посуду не моют. Так, я сама. Давай я тебе помогу. Нет-нет-нет, сиди. Хорошая у тебя сестра. Да. Я дура. Прости меня. Перестань. Ты же не знала. Честно говоря, я бы на твоем месте тоже бы ревновал. А это мое тайное убежище. Я так часто сбегал сюда в детстве. Отсюда очень хорошо видны звезды. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А у меня для тебя подарок. Я купил его, когда был в Италии и вез, чтобы сделать тебе предложение. Рита, ты выйдешь за меня замужем? Да, конечно. Я должен был сначала просить твоей руки у Егора. Это все как будто не со мной. А это точно безопасно? Да, Юль, это обычное снотворное. Ничего запрещенного. Его достаточно добавить в бокал и человек уснет. Да? Да, хорошо. Вот и отлично. Здесь гонорар. Сейчас 30%, а остальные 70% получите после того, как сделаете дело. Все подробности я расскажу вам чуть позже. Хорошо. Тогда на связи. Да. Спасибо. До свидания. Спасибо. До встречи. Мне кажется, должно получиться. Порошок точно безопасный? Да, я в аптеке. В аптеке купил. Спасибо. 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 Здесь какая-то туса и решила на халяву выпить шампанского и покушать. А потом поднялась к себе в номер, а замок заедает. Вот еще джентльмена, который поможет открыть мне дверь. Но, боюсь, здесь с такими проблема. Вы уже третий, кто отказывает мне в помощи. То есть с замком вы серьезны? Да. Пойдемте. Попробую вам чем-нибудь помочь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Хрубатова Маргарита Сергеевна? Да, это я. Это вам. Не расписаться нужно где-то? Нет, не нужно это вчерашнее фото. Всего доброго. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Как? Нет, нет, я его не снимал. Одну секунду. Там девушка жила, она вчера попросила меня помочь открыть замок в ее номере. 10-07? Да. Ну, нет, этот номер числится за Антоном Полянским, я так понимаю, это вы? Точно. Скажите, вчера тут, в конференц-зале, был благотворительный вечер? Ну, если я правильно помню, да. Спасибо. Спасибо. Антон, уже мотор, ты почему на звонки не отвечаешь? Звонила? Да. Идем, уже не важно. Дай мне текст. Антон! Антон! Вита! Вот. Что это? У меня тот же вопрос, взгляни. Антон, нам некогда, мы опаздываем. Это что-то срочное? Да. Сейчас. Ты как-то это объяснишь? Куда это у тебя? Мне сказали, это вчерашнее фото. А кто сказал? Это имеет значение? Оля, где Бананский? Идет в костюмерную. Давай позже договорим, пожалуйста. Антон! Рита. Нам не о чем больше говорить. Рита! Ты куда? Почему Антон еще не в костюме? Антон, идем! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рит! А я смотрю, ты не ты. Ты что, плачешь? Тебя кто-то обидел, Рит? А я студентов привел на экскурсию с филологического. Киностудия. Может кто-то из них сценаристом станет. Или редактором. А что случилось? Ох, извините, оставь меня в пороге. Мам! Мама, купи мне мороженое, пока съемки не начались. А чего ты плачешь? Ну, здравствуй, сын. Вот мы и встретились с тобой. Дай Егору познакомься. Это твой отец. Не переживай, сынок. Это слезы радости. Так иногда бывает, когда люди давно не виделись. Автеры, возвращаемся на площадку. Егор, иди, пожалуйста, на площадку. Тебя наверняка ищут. Давай, пожалуйста. Грит, позволь нам с ним видеться. Нам обоим это нужно. Тебе вначале нужно было это со мной обсудить. Сейчас. Сейчас. Чего уже? Что с тобой происходит? Ты вся дрожишь? Давай я тебя отвезу домой. Мама, забери, пожалуйста, Егора из киностудии. Я тебя неважно чувствую. Рита? Рита? Рита, мы дома. Давай, выходи скорее, рассказывай, что там. А то у меня прям… Здравствуйте, Софья Михайловна. Рите немножко не здоровится, но вы не переживайте, ничего страшного. Просто нервы. Я ей сделал чай с травами и уложил спать. У вас там сместитель поломался, я взялся починить. Да, и позвольте представиться. Мама. Мама, это Марк Евгеньевич Матвеев. Доктор наук, профессор кафедры филологии нашего университета. Отец Егора. Да. И вот тут у меня, ну, полный провал в памяти. А утром я проснулся в этом номере. Кому это нужно? Спасибо. Это хороший вопрос. Я бы на Ольгу подумал. Но этот внезапно появившийся отец Егора… Я не знаю. Да какой отец? Да Егор мне сегодня рассказал, что появился его родной папа. А до этого он Рите предложение делал. Точно не будешь? Нет, я за рулем. Спасибо. Не знаю. Я уже думаю, может это все Рита с этим объявившимся отцом все подстроила. Ну, чтобы отделаться от меня. Я понимаю, что это звучит как бред. Или может как ревность. Такого просто быть не может, да. Ну, а вдруг? Просто все так совпало. А с другой стороны, какая разница. Вот эти фотографии, я на них голый, на мне эта девка. Неужели я действительно с ней переспал? Ну, друг мой, при любых исключениях обстоятельств, я думаю, что тебе стоит забыть о Рите. Ну, не монтируйтесь вы с ней. Не твой она формат. И потом все равно уже, кто устроил эту подставу, Рита или Оля. Какая разница. Все должно вернуться на круги свои. Рита, в школу, ты на площадку, а я к своей нормальной работе. Как это все равно, Паш? Ну, как это все равно? Ну, ты же сам сказал, что ты переспал с этой девахой. Об этом уже знает Рита. Нет, я об этом не говорил. Я сказал, что я не помню, спал я с ней или нет. Фотографию она видела? Какие у тебя шансы? Что ты ей скажешь? Скажи мне, вот я, Рита. Скажи мне, Антон, что это за фотографии? Я не знаю, Рита. Вот и все. И вот так вот, совершенно случайно, я узнал, что у меня есть сын. Когда узнал, вот Рита не даст соврать, чуть мозгами не тронулась. Рит, ты точно приболела? У тебя вид какой-то. Сыно, все в порядке? Ну, я же вижу. Сыно, а ну-ка иди сюда, помоги мне. Сыно. Вот, здесь подержи. А то у меня руки мокрые. Спасибо. Вот, мужик растет. Не совсем получилось. Надо будет, наверное, новый смеситель покупать. Знаете, давайте оставим все как есть. Надо ужинать уже, да и прибраться здесь. Пойду пока переоденусь. Угу. Так что скоро из этого парня получится настоящий мужчина. Потому что у него есть теперь не только мама и бабушка, но и отец, который покажет пример. Да, сынок? Слушай, я хочу запомнить день нашей встречи. Держи. Не надо. Держи, держи. Пусть часы отца теперь служат сыну. Как знак того, что время рано или поздно все расставляет на свои места. Да? Еще. Егор, ты сделал уроки? Нет, еще. Иди делай. Ну и почему этот весь цирк? Почему цирк? Ты весь вечер рассказываешь, как нам прекрасно было 12 лет назад. Мне разве не сказал о том, как мы расстались? Я просто думаю, что сейчас это уже не важно. Для меня это важно. Я думаю, на сегодня наше общение окончено. До свидания. Хорошо, Рита. Рита, подожди. Подожди. Я звонил тебе, ты трубку не берешь? Да, нам не о чем разговаривать. Подожди, поверь, я не знаю, как объяснить эти фотографии. Я ничего не помню. Я был на благотворительном вечере в отеле Палас. Ко мне подошла девушка. Попросила открыть дверь в ее номере. У нее там что-то с замком было. Поломался или... Пожалуйста, не нужно смотреть на меня с таким скепсисом. Я сам ей сначала не поверил. А зачем поднялся? Да она меня убедила, что это правда. Рит, я поднялся. Ну, дальше я вообще ничего не помню. На фотографии. Ты? Да, я. Ну, подожди. А что это за внезапно появившийся отец у Егора? А тебе какое дело? Ну, такое, что я даже тебе не доверяю. Как и ты мне. В смысле? Рита, я считаю, что меня подставили. Конечно, не думаю, что эту подставу могла организовать ты. Что? Все. Нет, нет, нет. Я уверен, что ты тут ни при чем. Просто ты как-то быстро нашла мне замену. Этот внезапно появившийся отец Егора наводит меня на мысль, что ты даже рада тому, что со мной это так произошло. Меня кто-то так подставил. Рита. А я очень рада, что я так быстро нашла тебе замену. Пожалуйста, оставь меня в покое. И все-таки тебя не смущает, что фотографии принесли именно тебе? Ты вообще задавалась вопросом, кто эта девица? Откуда она тебя знает? Зачем ей нужно вас с Антоном разлучить? Задавалась? И? Какая разница? Это не изменит тот факт, чтобы он ушел с ней. Да, я не знаю, кто она. Я теперь точно понимаю, кто он. Лиза, можно на медведь у тебя? Да, я вас догоню. Да. Ты не могла бы быть моей ассистенткой. В номере большая иллюзия. Мне очень нужна ассистентка. Хорошо. Я соглашусь. Только если ты пообещаешь мне познакомить меня со своим режиссером. Понимаешь, я хочу быть актрисой, а папа говорит, что в искусстве можно пробиться только если у тебя есть связи. Да? А меня взяли без связи. Папа говорит, что это единичный случай. Ну, ладно. Я поговорю с режиссером, обещаю. Договорились. Договорились. Слушай, мне сегодня рассказывали, какая-то блогерша появилась, зачисленных из нашего универа, пишет о наших преподах. У тебя там особое место. Я сам не читал, но говорят, будто ты… Спасибо, я в курсе. Можешь не пересказывать. Нет. Если в случае чего, я на твоей стороне. Просто чтоб ты знал. От таких… Слушай, давай не будем об этом. Так ты с нами сегодня в спортклуб не пойдешь? Нет. Ладно. На чистоту. Был, Гришок? Да пошел ты. Марк, я на твоей стороне. Ты никогда ее не любил. Никогда! Я любил ее. Я и сейчас ее люблю. Стоп! Вот теперь было. Молодцы, ребята. Вот теперь можем обедать. Группа, куда ты обед? Привет. Пицца будет? Ты и пицца. Ну, а что такого? Я не человек, что ли. Проголодалась и захотела пиццу. Ну, это точно вкуснее, нежели наш кинокорм. Давай двигать свою гречку с паровой котлеткой. Будем вредить организму, да? Помогай, Егор. Нам без тебя не справиться. Кстати, была в монтажке только что. Смотрела отснятый материал. И, если честно, Егор не ожидал. Действительно молодец, хорошо справился. Правда? Угу. Спасибо. Здоровья. Чего так смотришь? Мы можем поговорить, когда будет время? Да. Хоть сейчас? Ладно, пусть. Ну, давай. Работает? Вот такая вот история. Самое главное, что я был готов уже на все наплевать, рискнуть и развестись, и будь что будет. Рита исчезла. Вы же знаете Риту, ее характер. Если она что-то решила, то… Нет, я ни в коем случае не обвиняю. Это я, я во всем виноват. И вот это мое желание все сделать правильно. Никому не навредить. Никогда себе этого не прощу. Ну, знаете, если бы она мне тогда все сказала, я бы, конечно, попыталась на нее повлиять. Но… Сами понимаете, у нее характер. И… Вам теперь самому придется искать подходы. Конечно, ребенку нужен отец. Вот. Именно. Сын не должен расти без отца. Свет Михайловна, я хочу сделать Рите предложение. Ну, я все эти годы и любил ее, и… Мне кажется, она тоже. Она ведь так и не вышла замуж. Поэтому, если вы с ней просто в разговоре, ненавязчиво, встали бы на мою сторону… Рита! Ах, какой мужчина, Маргарита Сергеевна! Простите, пожалуйста, старый знакомый. Не ждите… Очень даже не старый. Такого мужчину, Маргарита Сергеевна, нужно немедленно брать. До свидания. Тебе не следовало сюда приходить. Еще и с цветами. Прости, я совершенно не хотел тебя как-то скомпрометировать. Изволь тебя подвезти. Это я пешком. Подожди, Рит. Я. У вас дома смеситель новый пустой. Угу. Знаешь, это такое счастье, когда это кому-то нужно. Какая же у тебя семья? Я теперь такой счастливый, хожу и улыбаюсь все время, как дурак. Нет. Ты не подумай, что я навязываюсь или… Ты сказала, что любишь другого. Ну, что ж так тому и быть. И… Прости меня за ту безобразную сцену ревности. Она говорила тебе всякие гадости про Антона. Я был неправ. Нет, я действительно был неправ. Я же понимаю, что ты никогда бы не полюбила человека недостойного. Я желаю вам счастья. Вам с Антоном. Ну, на Полянского нет и больше не будет в моей жизни. Так ты из-за него плакала? Он что, обидел тебя? Пожалуйста, давай не сейчас. Хорошо, только, пожалуйста, если Антон Полянский, Рит или кто-либо другой обидит тебя или заставит плакать, ты только скажи. И позволь мне пообщаться с сыном. Что такое? Тебе плохо? Я беременна. Стоп. Снято. Слава, долго. Всем спасибо. Смена закончена. Ну что, поговорим? Подожди, выключи наш канал, пожалуйста. Ну, ты хотел поговорить, давай поговорим. Дядя Слава. Да, дорогой. А вы можете, пожалуйста, прослушать одну девочку? Она учится в моей школе в шестом Б-классе. Она меня очень просила. Хочет стать актрисой. Прослушаю. Если ты скажешь, зачем тебе это нужно. Она тебе что, нравится? Да нет. Да. Да ладно. Прослушаю. Спасибо. В пятницу можешь ее приводить? Да. Я, если честно, вообще не понимаю, зачем ты мне все это рассказываешь. Просто как-то странно получается, что эти фотографии, на которых я, ну, якобы там что-то… Попадают в руки Рити. Ну, и она рвет со мной отношения. Значит, отношения у вас все-таки были. Ты с ней спал? Да это не важно. Дело в другом. Отлично. Это не важно? Я спрашиваю, ты спал с ней? Я просто хотел узнать, кто мог подстроить эту подставу. Ты меня обвиняешь, что я это все придумала. И не ожидал от этого. Спасибо тебе, Антон. Паш, ну не мог я этого сделать, понимаешь? Не мог. Раньше – да. Но не сейчас. Спал ты с ней, не спал. Ну, какая разница? Ты ничего не помнишь. У тебя в голове белый лист. Ты чист, как младенец. Можешь пройти на полиграфе проверку и успокоиться. Так вот именно. Почему я ничего не помню, Паш? Ну, скажи, ну, человек, после двух бокалов вина, можно отрубиться без памяти? Смотри. На всех фотографиях у тебя закрыты глаза. Ты спишь, чувак, глубоким клофелиновым сном. Так вот и я о том же. Паш, помоги мне найти эту тварь. Ну, ты же знаешь, чего я боюсь, да? Чего? На кого мы выйдем? На Ольгу, хочешь сказать? Ты боишься, что моя карьера рухнет, и ты перестанешь зарабатывать на мне бабло? Ну, не так радикально, но ты сам сказал. Ну, как же дружба? Кроме денег у тебя есть какие-то другие ценности? А как же есть? Ну, дружба – это ценность, которую я не могу себе позволить. Прости. Даже так? Ну, тогда ты мне больше не агент. Ну, и ладно. И катись к черту. Только не думай, что я испугался, что не буду твоим агентом. Ты мне уже давно и дорого обходишься. Жаль, конечно, я придумал способ, как выйти из ситуации. Ну, и как? Ну, надо найти эту девушку. Ну, я бы тоже этого хотел бы. Ну, каким образом? Для начала, может, налить мне коньяку. Здравствуйте. Привет, Егор. Сегодня я за тобой. Представишь меня? Это мой… Я папа Егора. Здравствуйте, Антон. Я узнал вас очень приятно. Да, мне тоже. Собирайся, Егор. Мама нас сегодня отпустила погулять вместе. Давай. Пойдем, Егор. Пожалуйста, ваш заказ. Спасибо. Ну, что, Егор, налетай. А мы отсюда сразу поедем домой? Мне еще уроки нужно делать. Странно. Когда я пришел за тобой на киностудию, ты вместо уроков репетировал какие-то фокусы. Ну, так у нас же скоро концерт. Я выступаю. В школе? Угу. Для родителей? Да. Я тоже приду. Мы с мамой вместе придем. У тебя очень хорошая мама, правда? Ну, да. Она классная. Я люблю ее. Это очень хорошо. Значит, хочешь, чтобы она была счастлива? Ну, да. Егор, а давай поговорим с тобой как мужчина с мужчиной. Ты уже взрослый, так что? Скажи, ты замечал, что твоей маме бывает иногда очень одиноко, что она плачет? Знаешь почему? Потому что она научилась это скрывать. Мы с твоей мамой когда-то очень любили друг друга и продолжаем любить до сих пор. Ты пойми, мы все можем быть очень счастливы. Но она боится. Знаешь чего? Она боится, что ты не захочешь видеть меня своим отцом. Мамы намного идут ради своих детей. Ты хороший сын. Я вижу, что ты ее любишь. И я уверен, что ты не допустишь, чтобы она страдала. Правда? И что, нам нужно будет переехать в другой дом? Нет. Ты что, твой дом, школу, друзей. У тебя никто не отнимет. Ешь. Ризочка, тебе чайку налить, а? Не хочу. Ну, я пойду. Сериал посмотрю. Мам, я тебя очень люблю. И всегда хочу, чтобы ты была счастлива. Я на твоей стороне. И еще папа Марк узнал, что у меня в пятницу концерт. Он хочет пойти с тобой. Ты рада? Как же ты повзрослел. Я тебя тоже очень люблю. Я тогда бросила в офисе. Университет, Марка. Не потому, что я не хотела ждать, когда он разведется со своей женой. Как он тебе сказал. Не потому, что не любила его. Как я тебе 12 лет рассказывала. Я мама любила его. А правда в том, что он настаивал, чтобы я сделала аборт. Якобы ребенок мешал его карьере. А вот оно что. У вас видеонаблюдение по атерю работает? Да, конечно. Прекрасно. Как пройти в аппаратную или как она называется у вас? Ну, вам нужен начальник охраны. Я сейчас его приглашу. Ей было тяжело. Вы тогда сильно выпили. Но я помог ей довести вас до номера. Это она. Можете сделать стоп-кадр? Я ее знаю. Это актриса из детского театра. Я не помню фамилии. Сладенькая актриса. Так нужно ее найти. Ну все. Я поехала к Погодину. Как себя лучше с ним вести? Не знаю. Но он классный. Сама увидишь. А ты точно успеешь вернуться? Думаю, да. Бой номер предпоследний. Потом идет ваш финальный номер с Егором. Это будет эпично. Смотри, не подкачай меня, Егор. Ты понял? Да. Вот видишь, я сто раз все успею. Меня по пенд-водителям отвезет. Давай, пока. Давай. Миша, неси еще шарик. А если нет, меня женою сделай, чтоб капулете больше мне не быть. Лишь это и… Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ну… Шекспир – это хорошо, но… Давай просто подурачимся. Сыграем отют. Представь себе, что ты снежная баба. Тут припекло солнышко и… А я не могу быть бабой. У меня амплуа – романтическая красавица. Это кто тебе сказал? Папа. А кто у тебя папа? Он в банке работает. А, понятно. Я еще спеть могу. У меня сопрано. Спеть? Это… Это вообще… Секундочку. Да, Егорка. Да никак. Обычная девочка. Симпатичная, не отнять, но если вы хотите ей добра, не вбивайте ей в голову, что она может быть актрисой. Пусть девочка не портит себе жизнь избыточными надеждами. Вот это самомнение. Ты что делаешь? Ты специально подговорил Погодина, чтобы он надо мной поиздевался. Чтобы унизить меня. Я не актриса, да? Вот тебе, сам выступай. Я талантливая, а ты неудачник. Попробуй, а ты не думаешь? Ну почему же ты не отвечаешь? Молодая или стара? А может быть у меня горб? Юль, Юль, я не понимаю, ты играешь для детей в спектакль. Ты его соблазняешь, это волк, это не мужчина. Почему же? Все правильно делает. У нее это очень хорошо получается. У нас с тобой что-то было? В плане секса? Нет, я бы не согласилась. Они сказали, этого не нужно. Я же не какая-то... Что теперь со мной будет? Что, я должен тебя пожалеть? Да, Егор. Антон, я пропал. Пожалуйста, помоги мне. У меня сломаны реквизиты, нет ассистента. Папа, мы так хохотаем, это будет тупо. Больше с папой не пойду. Сык среди народа. Хорошо. Через сколько у тебя выступление? Понял. Жди меня. Значит так. О том, что тебя наняла Ольга, никто не должен знать. Угу. Как же так, Вадим Дмитриевич? Голословное утверждение какой-то идиотки вы ставите выше моего слов. Блок этой какой-то идиотки, как вы выразились, набирает популярность. Не хотите полюбопытствовать? Он что творится, какой ужас, а с виду Матвеев приличный мужчина. Я в курсе. И таких потерпевших наберется с дюжином. Марк Евгеньевич, интернет – это страшная штука. Ваша история получила резонанс, а наш университет дорожит своей репутацией. Приказ о вашем увольнении лежит у секретаря на столе. Единственное, что я могу для вас сделать, это подписать его завтра. Я даю вам возможность меня опередить и написать заявление по собственному желанию. Простите. Да, Эра. Марк, я больше не могу ждать. Две недели истекли, ты должен освободить квартиру. Я хочу. Алло. Алло, Марк, ты меня слышишь? В некотором царстве, в дальнем государстве, Милый государь, а принцесса она всех милее была. На полу украши всех так сыгла она. А с небесой отбивался лови, Милешник была и всех милее была. Выступает ученик 5-го А-класса, Егор Курбатов. Итак, первый фокус. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня все. Это была шутка. А теперь на ваших глазах начинается грандиозное шоу. Великая иллюзия. Перед вами великий маг Егор Курбатис и мой ассистент Антонио де Парляно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А Марк так и не пришел. Можете с вами сфотографироваться? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Рита, пожалуйста, мы можем наконец-то с тобой поговорить? Вы поговорите, а я пока за Егором сбегаю. Спасибо. Рита, эти фотографии, это постановка. Меня тупо подставили. Они подсыпали мне снотворное. Они заказали номер в отеле на мое имя. Они наняли актрису и все это сняли на скрытую камеру. Я с этой девкой не спал. Она сама мне об этом сказала. Я ее нашел. Ты сам себя слышишь? Бред. Да кому это нужно? Я не могу. Я не должен этого говорить. Мне кажется, ты заигрался, Антон. Перепутал немножечко кино с реальностью. А в реальной жизни есть живые люди, которым ты по-настоящему делаешь больно. Если ты мне не веришь. Какой здравомыслящий человек в это поверит. Весь этот ваш актерский мирок – болото. Можно ваш автограф? Да, конечно. Давай. Держи. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Паш. А ничего. Она мне не поверила. Наверное, потому что это действительно звучит как бред. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тоня, привет. Ты сейчас где? Дома. Значит так. Ноги в руки и дуй в чуз. Найдешь Юлию Сергееву. Она актриса. Твоя задача – доставить ее Крите. Какая Юлия Сергеева? Погоди, ты в курсе его проблем с Ритой? Да, я знаю, и я полностью ему доверяю. Вот, а Юлия Сергеева – это та девушка, с которой он якобы спал. Слушай, внимательно я тебе сейчас расскажу, что нужно делать. Представляешь, она мне все испортила. А если бы не Антон, то это был бы провал. Простите меня, я пропустил концерт. Так получилось, но я больше не хочу. Быть ни одного дня вдали от вас. Поэтому, Рит, в присутствии твоей мамы, сына, я прошу твоей руки. Ты выйдешь за меня. Это просто сыновья ревности. Я не могу без Егора. Прошу, я приведу его. Егор, вы же с тобой договорились. Постой, Егор! Я догоню их. Егор! Егор! Лита! Как хорошо, что ты здесь. Мы должны тебе кое-что рассказать. Рассказывай. Дело в том, что на тех фотографиях с Антоном Полянским это я. Слава богу, что мой друг, редактор, не запустил это в печать. Вы как договаривались, а? Никакого желтого пиара до конца проекта. Никаких скандалов до премьеры. Устала уже слушать этот бред. Вы актриса, да? Угу. Я догадалась. Значит, все-таки мой брат был прав. У тебя просто появился другой мужчина. И ты прикрываешь своим неверием в правдивость его слов собственное желание порвать с ним ради другого. Что? И не делай вид, что это не так. Совет да любовь. Поехали. До свидания. Кто это что, не хотели? Это сестра Антоновна. Где Егор? Не догнали. Убежал. Я знаю, где он. Я приведу его. Да, по телефону нельзя. Ты сейчас делай. Дома я сейчас к тебе приеду. Главное, чтобы это не просочилось куда-то в прессу. Да, я тоже в этом не заинтересован. Вообще, ты меня прости. Я много вложил в этот проект. И не только денег. Пойми, Оля моя дочь. Да я понимаю. Я никому не собираюсь об этом рассказывать. Если бы эти фотографии к вам не попали, вы бы тоже ничего не узнали. Спасибо. Ты извини, если что не так. И, пожалуйста, я тебя прошу. Так я, может быть, вам нужен? Не-не-не. Если что нужно, ты наоборот. Всегда ко мне. Я всегда тебе помогу. Хорошо. Спасибо. А с Олей я поговорю. Оля, Оля. Извините. Извините. Заходите. Где Егор? Он у тебя? Отдай мне его. Егор что, твоя вещь? Егор мой сын. А ты задурил ему голову своими фокусами. Сын, который тебе был не нужен? Зачем же он тебе сейчас? Пришел подобраться к его матери? Не твое собачье дело. Еще раз увижу тебя с ним, то что увидишь. О, как страшно. Пап. Я ведь просила тебя мне помочь. Ты отказался, вот и мне пришлось. Оля, ты даже не понимаешь аморальности своего поступка. Но дело не в этом. Ты поставила под угрозу срыва мой проект и жизнь человека. Ты будешь представить, если б с Антоном что-то произошло? Ты что, чудовище? Пап, ну это не я придумал. Я просто заплатила деньги. Это придумал Марк. Я тебя прошу, какой еще Марк? Что ты врешь? Марк Матвеев, профессор в университете. Он отец Егора. У Егора нет отца. Уже есть. Он просто хочет вернуть Риту, поэтому все это придумал, чтобы Рита бросила Антона. Привновала. Где он работает? В педагогическом университете, профессор. Угу. Алло, Вадик, да, привет, дорогой. Извини, что беспокою. Слушай, у тебя работает этот, как его? Марк Матвеев. Марк Матвеев. Да, извини, я отчество не знаю. Так, уже не работает? А что случилось? История? Какая история? Да, Вадик, спасибо за исчерпывающую информацию. Ну, конечно, нужно увидеться. Ну, сейчас он проект закончил. Да, да, давай, давай. Пока. А ты что здесь делаешь? Чего домой не идешь? Проблемы? Что ты здесь делаешь, спрашиваю? Я не понимаю, что происходит. Егор сбежал, на звонки не отвечает. Марк пропал. Рита, а давай-ка поговорим. Я больше молчать не могу. Если ты сейчас выходишь за Марка, это будет самый глупый поступок в твоей жизни. Ты же его не любишь. Егор его просто ненавидит. А оба вы любите Антона. Я не знаю, что там у вас произошло, но я видела, какими глазами он на тебя сегодня смотрел. Если это не любовь, я тогда ничего не понимаю в жизни. Алло. Здравствуйте, Рита. Здравствуйте. Нам нужно с вами серьезно поговорить. Иди домой. Дело в том, что я здесь по двум причинам. Первое, это то, что от вас зависит судьба очень хорошего человека. А второе, то, что к этому причастна, к сожалению, моя дочь. Вы это видели? Пожалуйста, давайте не будем. Нет-нет, давайте будем. Потому что все это остановка. Я очень благодарен Антону, чтобы все это не попало в СМИ. И в знак благодарности я провел свое маленькое расследование, с которым хочу познакомить и вас. Дело в том, что организатор всего этого безобразия некто Марк Матвеев. В университете с ним было связано несколько мерзких историй. Из-за его страсти к симпатичным студенткам. Кстати, приказ об его увольнении уже подписан ректором. А также недавно он хотел отсудить у своей бывшей жены квартиру, принадлежавшую ей. Представляете? Я думаю, что вы сами можете дополнить мой рассказ об этом человеке. Здравствуйте. Спасибо, Максим Анатольевич. Максим Анатольевич. Антон, прости, я не поверила тебе, это моя ошибка. Да, я тоже ошибся в тебе. А ее недоверие. Антон, я подумать не могла, что это все... Я тоже не мог подумать, что женщина, которая, как мне казалось, меня любит, может вот так. Моя профессия связана с вечной кривитой. И ты могла сама в этом убедиться. Короче, нам не надо быть вместе. Это мое решение. На, простите. Максим Анатольевич. Там Славик, Славик. Поздравляю. Спасибо.